На днях мне написал один преданный и рассказал о своих трудностях, объяснив, почему эти трудности у него возникли. Он рассказывал о них так, что создавалось впечатление, что он пытается логически обосновать свою слабость. Думаю, он даже не осознавал, что делает это. Я ответил ему, написал, «Да, у вас есть трудности. У всех нас есть такие же трудности. Однако разница между тем, кто достиг успеха, и тем, кто его не достиг, в том, что неудачник начинает оправдываться, столкнувшись с трудностями. То есть он просто объясняет, почему он слаб, почему эта слабость не уходит, и почему ему трудно справиться с этим. А человек, достигший успеха в сознании Кришны, да и вообще успешный в чём бы то ни было, смотрит на трудности и разрабатывает стратегию их преодоления. Он не сдаётся. Он признаёт, что это непростая задача. Он признаёт свои слабости и затем решает. Итак, что же нужно сделать в этой ситуации, чтобы достичь успеха? Давайте рассмотрим материальную жизнь. Многие из нас, из тех, кто приводит разные отговорки в сознании Кришны, учились в школе, работали, и все мы сталкивались со множеством трудных задач. У нас были суровые преподаватели, трудные уроки, сложный график. Некоторые из вас учились в колледже и одновременно работали. Но вы были ориентированы на достижение успеха. И хотя вам было трудно, вы всегда приходили к тому, чтобы составить стратегию, как с этим справиться. Вы же не говорили, «Это так трудно, я не могу». И не приводили отговорки, почему вы завалите этот экзамен. Вы так не делали, потому что не хотели завалить экзамен. Но вам было бы очень легко его завалить, правда? Тут не требуется никаких усилий. Но вы не хотели этого делать. Поэтому вы изучали ситуацию и думали, «Как же мне с этим справиться?» Например, недавно моей дочери пришлось изучать такой предмет, как статистика. А математика дается ей тяжело. Мне этот предмет тоже тяжело давался. Она очень сильно беспокоилась, так как статистика для нее была очень сложной наукой. А она была круглой отличницей и не хотела получить более низкую оценку. Она собирается поступить в хороший колледж, и поэтому ей хотелось бы остаться круглой отличницей. Она подумала, «О нет, этот предмет, я не справлюсь, я не знаю, как сдать этот предмет». Это была летняя школа, и обычно изучение данного предмета занимает 12 недель, а ей нужно было пройти его за 6. Поэтому график изучения материала был очень плотным. Она усердно училась и занималась с репетитором 2-3 раза в неделю. Просто трудилась и трудилась. Она все время говорила, «Это трудно, это сложно, мне не дается математика» и так далее. Но все равно трудилась, прорабатывала уроки, и она старалась. А потом был экзамен. Она не знала, как сдала, но ей казалось, что где-то средний. Но выяснилось, что она правильно ответила на 149 вопросов из 150. Это потрясающе. Это показывает, что хотя математика и не ее конек, но так как она была решительно настроена достичь успеха в учебе и получить высший балл, то приложила все усилия. Она не фокусировалась на оправданиях. Думаю, вы поступали так во многих сферах своей жизни. Но когда дело доходит до духовной жизни, по какой-то причине мы склонны фокусироваться на оправданиях, на своих слабостях. Это огромная ошибка. Ведь тогда мы соглашаемся с идеей, что просто я вот такой. Да, я знаю. Я тоже такой. Не думайте, что вы такой один. Мы все такие. Мы все обусловленные души. У всех нас есть материальные тела. У всех есть ум, язык, желудок и гениталии. Все мы в одинаковом положении. Не думайте, что кому-то из нас легче. Может быть, конечно, чуть легче, но в целом это нелегко, ни для кого. И когда у вас трудности, вы говорите, «Мне не нравится воспитать, у меня нет вкуса, трудно прилагать усилия». Да, все мы с этим сталкиваемся. Но вопрос в том, что вы будете с этим делать. Что вы будете делать, столкнувшись с этой реальностью? Просто говорить о том, как это трудно, и продолжать воспевать, как попало. Как трудно подниматься рано утром. Я ночной человек. Хорошо. Но подниматься рано – это важно. И вопрос в том, что я буду с этим делать. Есть техника. Меня научил этому один преданный. Часто, когда мы смотрим на сложную ситуацию, мы говорим, «Я бы хотел рано подниматься, но…» и после «но» излагается причина, по которой мы не можем этого сделать. Но нам не нужна эта причина. Мы и так её знаем. Она может казаться нам веской. Но если мы хотим рано вставать, нам не нужно это «но». Итак, он посоветовал. Вместо того, чтобы использовать слово «но», скажите «и». Это будет звучать так. «Мне очень трудно рано вставать. И…» А после этого «и» будет не оправдание, а то, что я собираюсь с этим делать. Например, «И я решил раньше лечь спать». Или «И я решил поставить себе 47 будильников». «И я решил ничего не есть после 14.00». Или «И я решил принимать витамины, и тогда мне будет гораздо легче просыпаться по утрам». Это превосходно, не так ли? Вместо того, чтобы говорить «но», скажите им и посмотрите, что будет после «и». Это поможет сфокусироваться на той идее, о которой я говорю. Нам не надо фокусироваться на отговорках. Фокусироваться надо на своих целях. И как бы ни было трудно, нам нужны стратегии, чтобы обойти эти трудности, объехать, облететь, преодолеть их, взорвать, подняться над ними. Так или иначе, мы хотим довести начатое до конца, потому что наше желание быть в сознании Кришны. Подобно тому, как мы желаем достичь чего-то материального и делаем это, так же надо поступать и в сознание Кришны. Не поддавайтесь слабостям, ведь это неразумно. Это нам не поможет. И это не то, что нужно делать. Это не то, что нужно делать. Ран-эй, шам-шам, ран-эй, шам-шам, ран-эй, шам-шам, ран-эй, шам-шам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова